Хакасия имеет все возможности оказаться в регионах-лидерах по уровню развития экономики и качества жизни людей. Так оптимистично оценил перспективы нашего региона Виктор Зимин на своей московской пресс-конференции. Судя по всему, власти региона последовательно продвигают Хакасию на общероссийском уровне. Как мы выглядим со стороны, отслеживала Валерия Стромова. У республики есть недорогая электроэнергия, развитая сеть дорог и промышленность. И если грамотно использовать бюджет и убедить вкладывать капитала в хакасскую землю, можно достичь любых целей. Даже на первый взгляд трудноисполнимых, уверен глава республики. Через пять лет Хакасия не будет просить дотаций. Она сможет сама себя содержать, заявил Виктор Зимин. 2016, 2017 или 2015, мы даже так рассматриваем, стать регионом-донором. Это не сама цель, стать регионом-донором. Что-то за этим стоит, для чего-то это надо. Но прежде всего это благосостояние населения. Цель одна, чтобы уровень жизни был немногим отличался, чем от центральной России. Зимин последовательно делает ставку на сельское хозяйство. Он считает это нашим огромным ресурсом. Прежде неиспользованным и строит планы по новому агросвоению региона, развитию скотоводства и переработки. Более того, новые свинокомплексы, мясокомбинаты, коневодческие хозяйства уже спроектированы. Нужно привлечь деньги в реализацию. На поддержку сельхозпроизводителей власти выделяют рекордные суммы. И это уже заметили на федеральном уровне. Мы в семь раз увеличили бюджет сельского хозяйства. Вот за эти два с половиной года в семь раз. Средства стали доходить. Мы это отслеживаем. И я этому рада. Поэтому мы поддерживали республику и будем продолжать поддерживать. Развитие агропрома, считает Виктор Зимин, поднимет село. А ведь большая часть жителей Хакасии живет в деревнях. Для них сейчас строятся дома, больницы, школы и, конечно, дороги. Подытоживая разговор с журналистами, Виктор Зимин сделал им заманчивое предложение. Правительство готово грантами поддержать и СМИ, что будут говорить об успехах Хакасии на всю Россию. Валерия Остроумова, Новости, 7-й телеканал.